Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Французский художник Гюстав Моро, 1826-1898 год. Родился в Париже в семье главного архитектора Парижа, чьи обязанности входило поддерживать в надлежащем виде городские общественные здания и памятники. Рано обнаружил способности к рисунку и живописи. В 1842 году, практически через 20 лет, Моро получает удостоверение каписта картин, которые позволяют беспрепятственно посещать Лувр, в любое время работать в его залах. Я цитирую Википедию. При поддержке и одобрении родителей поступает в школу изящных искусств в мастерскую Франсуа Пико, мастера классицистической ориентации, которая обучила его основам живописи. Обучение было здесь крайне консервативным и в основном сводилось к копированию гипсовых слепков с античных статуй, рисованию мужской обнаженной натуры, изучению анатомии, перспективы, истории живописи. Потерпев фиаско в конкурсе на римскую премию, Моро уходит из мастерской Пико, преклоняется перед Дилакруа, влияние которого заметно в ранних работах Моро. Например, Е. Она была, кстати, выставлена в салоне в 1852 году. Был учеником Теодора Шассерио в школе изящных искусств в Париже. В 1849 году, в 24 года, выставляет свои работы в салоне. В 1852 году отец Моро покупает для него дом на правом берегу Сена, недалеко от дворца Сен-Лазар. Моро устраивает на этажем мастерскую, живет и работает в лучших условиях, продолжает получать государственные заказы, становится вхожим в высшее общество, официальные художественные круги. Вот, как пишет Дилакруа в 1856 году, проводы бедного Шассерио. Видел там Доза, Диаза и молодого Моро, художника. Он вполне мне по душе. Моро никогда не отрицал, что очень многим в творчестве обязан Шассерио, своему другу, рано ушедшему из жизни в возрасте 37 лет. На его ранний уход Моро написал холст юноша и смерть. Надо сказать, что работал над огромным полотном, жених Пенелопы и дочери Феспи. Работал так, что почти не выходил из мастерской. Но, однако, эта высокая требовательность к себе впоследствии часто становилась той причиной, по которой художник оставлял работы незавершенными. Путешествовал в Италию, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Изучал искусство Ренессанса. Шедевры Андрея Матени, Кривелли, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Привозит из Италии несколько копий произведений великих мастеров Ренессанса. Пишет пастель акварели, напоминающие работы коров. В это же время он встречается с Бона или Дилоне, молодым Дига, который помогает ее ранних поисков. Теофиль Готье писал о живописи Моро. Она, такая странная, непривычная для глаза и такая обдуманная в своей оригинальности, сотворена для разборчивого, осведомленного и утонченного духа. Он берет мифологические или библейские сюжеты для своих картин и отдает предпочтение женским образом. Внутренний мир и внешность героинь Моро ответствуют его пониманию вечной женственности. Женщина-миф. Она может называться Соломеей, Еленой, Ледой, Пассифаей, Голотей, Клеопатрой, Далилой, воплощая ту руковую силу, которая ведет судьбу мужчины. Моро остается холостяком. Единственной властительницей его думы на перстнице была мать, дожившая до 1884 года. Быть может, в этом факте следует видеть объяснение тому, сколько велико место, занимаемое в его творчестве женщины. В 1880 году он последний раз участвует в выставке, показывает два полотна Елена Устентроя, где женщины представлены как порочное создание, повинное в войне и гибели людей. И Голотея, здесь героиня, объект вожеления, которому понапрасну приковано громадное око, влюбленное в нее циклопом. Моро добивается особого мерцающего эффекта, тщательно перемешивая краски. Кстати, он увлекался различными творческими течениями, отлично разбирался в музыке, ювелирных украшениях, искусстве, предметах роскоши. Он частно сопровождал свои картины подробными комментариями и искренне сожалел, что до сих пор не нашлось ни одного человека, который мог бы всерьез рассуждать о моей жизни. В 1868 году его назначают председателем жюри конкурса Гран-Ти-де-Роме. В 1875 он получает награду, высшую награду Французской Республики – Орден Почетного Легиона. А в 1884 году умирает его мать, и эта утрата буквально подкосила художника. Несколько месяцев он не подходил к Мольберту, стал часто выезжать за город, за границу. И в этих поездках художника сопровождает верный Александрий, которого так и не женился. Поклонник Моро Гюисман отмечал, что без явного предка, без возможных потомков Моро оставался в современном искусстве одиночком. Он был любимым художником салонов Син-Жерменского предместия, где восхваляли Роберто Монтискию, Остер Туайт, Марсель Пруст. Марсель Пруст вспоминает о нем, изображая художника Эль Стира в поисках утраченного времени. Вот как высказывается Адилон Ридон, художник, в трясенной работе Моро. Это произведение способно влить новое вино в меха старого искусства. Видение художника отличается свежестью и новизной. При этом он следует склонностям своей собственной натуры. Ридон, как и многие критики того времени, видели главную заслугу Моро в том, что он сумел придать новое направление традиционной живописи, перебросить мост между прошлым и будущим. Писатель-символист Гюисман, автор культового декадентского романа, наоборот, считал Моро уникальным художником, не имеющим нереального предшественника и невозможных последователей. Кстати, Моро не очень любил продавать свои картины. Я так люблю свое искусство, что чувствую себя счастливым только если буду писать для самого себя. Вскоре он был избран в Академию изящных искусств, стал профессором в школе изящных искусств Парижа. Умирает его спутница жизни Аделаида Александра Дюрея. Доро любил эту женщину в течение 20 лет и убитый горем от его безвременной кончины. Моро создает картину Орфей на могиле и вредите. Его полотна акварели и рисунки были посвящены в основном библейским, мистическим и фантастическим темам. Живопись его оказала огромное влияние на фавизм и сюрреализм. Критики видели в нем представителей символизма, хотя сам художник неоднократно и решительно отвергал этот верлык. Умер в 1898 году, был погребен на кладбище Монмарта. В его бывшем ателье в Париже находится музей. Полотна Моро находится также в Нойсе. Ну вот и все, что мне удалось найти о французском художнике, представителе символизма Гюсте Моро. Пока-пока, до свидания, смотрим картину. Субтитры создавал DimaTorzok